Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронт. Сегодня мы поговорим про биткоин. На самом деле я хочу поговорить о серьезных вещах, об ужасе. Поэтому приготовьтесь к неприятным новостям. Но все, что я скажу, не является истиной. Все, что я скажу, является лишь моими предположениями, которые я излагаю, исходя из технического анализа, индикаторов, паттернов и, конечно же, истории биткоина. Поэтому попросите кого-нибудь сделать вам массаж. Мы приступаем. В своем телеграм-канале я сегодня ночью скидывал информацию по паттерну клин. Уверен, что большинство из вас его и сами заметили. Но вот есть один маленький момент. Опять же, из теории мы знаем, что нисходящий клин пробивается вверх с высокой долей вероятности. Эта доля вероятности равна 70%. Об этом пестрит абсолютно весь интернет. Но мы знаем с вами и другое движение цены в данном нисходящем клине. Например, пробить его вниз. Конечно же, есть вариант после восстановления вверх через V-образный разворот, либо движение дальше вниз, как это было уже с биткоином и Ада Кардана. Но если мы посмотрим на наш нисходящий клин, то мы можем увидеть, что потенциал данного клина, обратите, пожалуйста, внимание, мы его переставляем в зону теоретического предполагаемого пробития. Если мы проймем прямо сегодня, то упасть мы можем в район 18 тысяч долларов за биткоин плюс-минус, где находится какая-никакая зона поддержки, что является на сегодняшний момент немыслимым для большинства трейдеров. А я вам еще и скажу, что у нас есть еще и поддержка вот здесь. И это очень интересная зона в районе 11-10 тысяч долларов за биткоин. Как вам такая информация? Но давайте пока ужас отложим в сторону. Поговорим про потенциал. Дело в том, что исходя из нашего технического анализа, 18 тысяч долларов еще ни разу не фигурировал. Да, были определенные подтверждения, но они не имели ничего под собой. А вот сейчас первое серьезное подтверждение данной потенциалу. Но также мы знаем, что паттерны отрабатывают себя не всегда на 100%. И это верно и для данного нисходящего клина. В теории мы знаем, что опуститься мы можем в районе до 60% от потенциала. А этот потенциал будет равняться 22 500 долларов за биткоин. Что в свою очередь совпадает с нашими целями, которые мы с вами разграничивали в ноябре, декабре, январе. С подтверждениями. Так вот, именно эта зона однозначно уже имеет под собой основу. Но это если мы пробиваем от текущих, дорогие друзья. Именно от текущих. Если опять начнется вот эта катавасия вверх, где возможно пробить ретесты движению вверх, то конечно же данный потенциал мы не увидим. Но если отсюда попрут цену вниз, то, дорогие друзья, мы увидим, что потенциал будет гораздо ниже, чем мы его предполагали. Соответственно, это уже будет вообще 15 000 долларов, а 60% он будет как раз таки и фигурировать в районе 20-18 000 долларов. Так себе перспектива. Поэтому, как я уже вчера выдвинул свою теорию, мне все-таки кажется, что мы совершим небольшой микролокальный отскок, после чего двинемся вниз. Это было сказано еще вчера. Соответственно, мы можем отправиться вниз даже уже сегодня или завтра. Но это лишь предположение. Помним, что подтверждение будет, когда мы пробьем нижнюю часть поддержки, отретестим и двинемся дальше вниз. Хотя бы на 4 часа на таймфрейме. А доказательства того, что цена, скорее всего, может двинуться или двинется вниз, у меня есть. Но перед этим еще пару страшилок. Вы видите на недельном таймфрейме данную зону реаккумуляции. Но это может оказаться, и не реаккумуляция, это может оказаться зоной распределения. Согласитесь, очень интересно, реаккумуляция или все-таки распределение. Любопытно. То есть, если мы на недельном таймфрейме считаем, что это зона распределения, то тогда она принимает схему номер 3 по Вайкофу. И очень правдоподобно. Вот за линией меридиана расторговка упали вниз, фаза Е завершающая. И дальше движение вниз. Обратите внимание, расторговка в зоне меридианы, движение вниз. И тогда, пожалуйста, вот мы ожидаем пробой и движение вниз. Если, опять же, это все-таки зона распределения. Но если это не распределение, а реаккумуляция, то тогда мы с вами принимаем схему номер 1. И мы находимся сейчас в фазе Си. После чего можем совершить рывок и движение дальше вверх. И вот, естественно, у вас вопрос. Так где же мы? В фазе распределения или в фазе реаккумуляции? В этом нам должна помочь волновая теория Эллиута. Опять же, если это фаза распределения, какой потенциал мы с вами можем получить? Достаточно просто. Пожалуйста, раз. И если опять вспомнить, что я говорил в декабре, что мы с вами сформировали двойную вершину, а двойная вершина это разворотная фигура, то мы имеем с вами один и тот же потенциал, который можно иметь из канала. Соответственно, переставляя его в зону пробоя, мы с вами можем получить район 13-14 тысяч долларов за биткоин. Соответственно, это та зона, которую мы с вами сейчас обозначили. Сейчас же, опять же, это немыслимо, это страшилки, это не случится сегодня, это не будет в следующем месяце. Это движение в течение времени, длительного времени. Поэтому просто это держим в уме. Ну а если это зона аккумуляции, то, соответственно, потенциал мы можем получить в районе 142 тысяч долларов за биткоин. Но мы с вами реалисты, двигаемся дальше с подтверждением. И вот мы подошли к самому главному. В своем видео, в данном видео, я разграничиваю цену биткоина за всю историю по волнам Эллиута. Соответственно, мы с вами получили три волны по Эллиуту. Раз, два, три, четыре, пять. Но мы знаем по Эллиуту, что после пяти волн уступает нисходящая волна ABC. Как видите, так же было здесь. Теперь точно так же во второй фазе было ABC. И сегодняшний днем мы с вами сформировали волну A, B и мы находимся в волне C. Она длиннее и ниже, чем точка опоры A. Соответственно, мы и говорили, что это район 27-22 тысяч долларов за биткоин. Соответственно, все сбывается, как мы говорили. Но это три волны. И мы знаем, что каждая волна имеет под собой подволну и волну старше. И если мы считаем, что все эти три волны входят в одну большую волну. Раз, два, три, четыре, пять. То есть здесь должна случиться разволновка в виде ABC. И если можно, с вашего позволения, коротенечко включу то, что я уже говорил. Мы знаем из теории Эллиута, что после этого наступает коррекционная волна ABC. И вот теперь незадача. Если мы исходим из волновой теории Эллиута, то мы сейчас находимся не просто в маленькой волне ABC. А мы находимся сейчас, дорогие друзья, в волне A. После которой должно будет наступить движение волны B. И после этого действительно очень жесткое падение вниз. Мы говорили, что мы об этом вспомним, когда придет время. Потихонечку время наступает. Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Поэтому есть над чем подумать и есть за чем понаблюдать. А завершить я хочу еще раз тем, с чего начал. Обратите внимание на данный клин. И если мы собираемся его все-таки пробивать через низ, есть ли у нас для этого силы? Посмотрите, пожалуйста, сюда. На момент 14.06 по Минскому времени. 15-минутный таймфрейм. Мы с вами находимся по стахотическому осциллятору относительной силы вверху. То есть это предполагает под собой движение вниз. 30-минутный таймфрейм. Вверху предполагает под собой движение вниз. 45-минутный подразумевает под собой движение вниз. Часовой вверху подразумевает под собой движение вниз. 2-часовой мы вверху подразумевает под собой движение вниз. 3-часовой мы вверху подразумевает под собой движение вниз. 4-часовой подразумевает под собой движение вниз. Более того, вы видите достаточно серьезные тени свечей на бирже Binance за 4 часа. Это говорит об серьезном откупе. Более того, мы с вами чекнули предполагаемую зону отскока 32 800, зона Fibonacci, после чего цена действительно начала двигаться вниз, вот он и локальный отскок. Но, что же происходит на дневке? А на дневке мы поднимаемся вверх, а не нивелирует ли это все, что мы сейчас смотрели на 15 минут-4 часа? Нет, потому что если вы перейдете на недельный таймфрейм, вы увидите, что мы камнем летим вниз, и мы еще не нашли свое дно на недельном таймфрейме. Соответственно, наша дневка может выписать вот такой кульбит или вот такой кульбит, для того, чтобы сделать финальный аккорд. Но из хороших новостей, то, что месячный таймфрейм у нас получится языком практически около нуля. Это говорит о том, что наступает завершающая фаза, поэтому дно вот-вот должно будет быть нащупано. А уже потом мы будем определять, как высоко мы пойдем вверх, и действительно ли моя разволновка окажется верной. Но не забывайте, что перед жесткой волной C мы все равно окажемся в волне B. Это движение вверх. Но не нужно неверно интерпретировать данное видео и залетать прямо сейчас в шорты, потому что я вам сказал, и вы думаете, ну как же я могу ошибиться? И прямо сейчас залетите с сотыми плечами, мол, идем в шорт. Дело в том, что вас еще могут обмануть и пойти вверх, так как мы очень долго двигаемся вниз. Но и этой же логикой вас могут обмануть. Вы знаете, что мы очень долго двигаемся вниз. Соответственно, мы должны пойти вверх. Логично? Логично. Именно на этой логике вас могут словить и отправить вниз. Поэтому вы сейчас находитесь в ситуации вилки вместе со мной. Поэтому любой заход только по подтверждению и обязательно со стоп-лоссом. Это был Фронтмен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите свой комментарий. Я обязательно его прочитаю и отвечу вам. В описании под видео есть две замечательные биржи Bybit и Femix. С самыми низкими комиссиями из всех известных бирж. Увидимся и берегите себя.